Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос, прочитал ответ твоего коллеги. На момент записи ответа комментарий коллег у вас были немногочисленных, всего лишь один человек. Поэтому мой ответ будет исходить из того, что ответ у вас был только один. Итак, я запутался, очень надеюсь на вашу помощь. Когда человек путается, как вы говорите, это означает, что у него проблема мотивации. Проблема мотивации, в свою очередь, означает, что личность человека деформирована. Деформирована эго-состоянием. Одним из трех эго-состояний деформирование происходит. Соответственно, либо вы напутались, потому что делали и делаете не то, чего хотите. Либо, либо наоборот, делаете только то, что хотите. Как бы и то, и другое плохо. То есть нужно, чтобы все три эго-состояния, ребенок, взрослый и родитель, были реализованы. Ну и, собственно, проблема мотивации предполагает анализ мотивов. То есть есть ваши мотивы, то, что вы хотите, то, что вам важно, ценно. И есть, соответственно, мотив не ваш, а мотив других людей каких-то. Например, ваших, опять же, родных, которых вы боитесь, которым вы боитесь сказать что-то и так далее. То есть, как бы, ну, по сути, вы боитесь им заявить о том, что вы нашли свое счастье, ну, пока оно вот такое, да. То есть мы не говорим, мы не говорим сейчас о том, насколько адекватно, то, что вы выбрали, потому что это вам решать. Мы говорим о том, что на сегодняшний день, на сегодняшний момент, этот мужчина, который у вас сейчас, это именно тот, ну, который вот вам ценен, который вам дорог и от которого у вас ребенок, собственно говоря. Вот. Поэтому я думаю, что проблема родителей, как таковая, она является, ну, достаточно важной. Вот. И ее нельзя игнорировать. То есть именно могут, может быть, все ваши проблемы, в том числе и вот проблема с мужем, да, начались именно из-за того, что вы вот так вот не позволяли себе быть, ну, допустим, той, кто вы есть в действительности изначально. И поэтому мужчина вот так вот и стал себя вести с вами. Вот. Дальше. Значит, я замужем 4 года. Ага. Почти сразу после свадьбы мужчина перестал уделять внимание. Ушел в интернет. Вот интересно, что вы, значит, даже не называете никак. Вы не говорите, что, ну, мужчина, муж, Саша, например. Вы просто говорите, что ушел в интернет. И что произошло? А почему вы терпели это? Ну, если вот так получилось, да, что человек ушел в интернет. Человек, значит, перестал уделять внимание. Да? То есть... Вы отдалились. Вот так. Соответственно, нужно же, наверное... Нужно же, наверное, как-то поговорить было об этом. Нужно же, наверное, было как-то свою позицию выставить. Нужно же было, наверное, как-то свои границы выделить. Показать человеку, что вам неприятно такое поведение. Показать человеку, что вам не нравится так. И уж тем более не проявлять инициативу, да, в постели. То есть вы-то, получается, Мужчина там по каким-то своим причинам ушел в себя, а вы продолжили делать вид, что все нормально. Продолжили играть в эту игру, которую он с вас затеял. Понимаете? И да, вы, может быть, ссорились. Да, вы, может быть, как-то проявляли свое недовольство. Может быть, этого мало. Этого мало. Вы не развелись. Вы не стали жить отдельно. Вы не выяснили отношения, вы не выставили границы свои. И вот, собственно, вопрос тогда к вам. А почему? Почему вы этого не сделали, собственно говоря? Что помешало? Что помешало сделать это? Понимаете? Вот. Вот об этом я и хотел бы у вас спросить. Далее, значит, его как подменили. В постели я был инициатором, от него не дождешь инициативу ни в чем. Ну, то есть, здесь уже какие-то претензии вас ведут к нему, да? То есть, он такой вот плохой, да? Он такой вот безинициативный. А вы, значит, соответственно, друг друга как бы бедная, да? И несчастная. Вот. Давайте подумаем. Давайте подумаем. А вот, почему вы сами себе не дадите? Почему вы сами себе не дадите того, чего хотите? Ну, вот. Не дает вам муж внимания, да, допустим. Вы терпите. Значит, не дает вам муж любви. Ну, секса, да? В постели. Как бы, неактивный. Ну, так, соответственно, даже вы проявляете инициативу. Какой у вас мотив это все делать? Вот вы там дальше пишите, что, значит, ну, там, другие мужчины, да, как-то вот встретились, как-то вот забеременели от него, ну, и так далее. Это понятно. Это понятно. На самом деле. Но не очень понятно, почему вы стали с ним взаимодействовать. Понимаете? Почему вы стали с ним, продолжили с ним взаимодействовать? Почему вы не ушли? И тут выникает вопрос. Так, а это мужчина такой? Или вы, ну, терпели его поведение? Я бы хотел, чтобы вы обязательно этот момент для себя прояснили. Потому что, как бы, ну, то, что вы делаете, да, вы обвиняете. Вы обвиняете человека и перекладываете на него ответственность за свои проблемы. А нужно в действительности действовать немножечко иначе. Нужно смотреть, в чего хотите вы и заставлять свои границы, избегая вреда вам. Вот. Вот так. Значит, дальше. Даже помощь по дому нужно выбрасывать. Ну, смотрите. Допустим, допустим, помощь по дому нужно выбрасывать. Хорошо. Я понимаю. Но, зачем выпрашивать помощь по дому? Для чего? Какой смысл? Ну, не хочет человек помогать. Не хочет. Мотив. Ну, так. Мотив. Должна быть мотивация у мужчины, что это делать. Если мужчина ничего не делает, значит, он не мотивирован. И ваша задача как раз таки в том, чтобы его мотивировать. Мужчину нужно мотивировать на то, чтобы он делал то, что вы хотите. Мужчина не будет делать этого просто так. А вы его не мотивируете? Вы его не мотивировали? Он не боялся вас потерять. Правильно? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот. Он не боялся вас потерять. Ну, а как, если он не боялся вас потерять, зачем ему что-либо делать для вас? Зачем? Мужчину все устраивает. Секс вы инициатор. Вот. Ну и все. И все. Зачем? Зачем что-то еще нужно? Делать. Ему. Понимаете? Вот. А претензии, так это же вам нужно. Это же претензии. Если вы считаете, что мужчина должен все делать по дому сам. Если вы считаете, что мужчина должен вам помогать. Хорошо. Хорошо, что вы и так считаете. Ему об этом надо сказать, чтобы он об этом знал. И чтобы у него было желание, чтобы у него было желание вам помогать. Реально. Чтобы у него была мотивация для вас сделать что-то. Понимаете? Вот. А то пока вообще не похоже, что у него есть мотив какой-то. А если вы выбрали безинициативного мужчину? Ну это уже вопрос, опять же, скорее к вам. Почему вы выбрали безинициативного мужчину? Понимаете? Ну то есть да, я понимаю, что он до брака был другим. Может вы его недостаточно узнали, вы его недостаточно изучили. И возможно поспешили с браком. А если спешили с браком, то опять же, зачем, ради чего вы спешили с браком? Ну, какая вот такая необходимость была торопиться с браком? Тоже опять, может быть, родители, родители в этой ситуации сыграли свою роль. Да? Так, далее, значит, два года назад вы познакомились с мужчиной, он старше на 15 лет. Ну хорошо, вы познакомились с мужчиной. Зачем? Вот просто зачем вы познакомились с мужчиной? Спали с ним, да? И так далее. Для чего? Почему? То есть, понятно почему. Потому что вам не хватало внимания мужа. Это понятно. Это понятно. Так, а если вам не хватало внимания мужа, почему вы не ушли от него? Почему? Почему вы мужу не сказали, что там, ну, что вам неприятно, что вам не приручает, что вам там некомфортно? Что вы уходите от него, например. Почему вы не ушли? Почему вы не ушли? Не закончили отношения с ним? Вот. И не закончив отношения с ним, начали отношения с другим. Понимаете, да? Какой момент? Вот об этом речь. А так-то, ну, познакомились с мужчиной. Ну, ладно. Хорошо. Он женат, но давно не живет в браке. Ну, вот здесь мой коллега вам написал, что, значит, если он женат, то еще не значит, что он не живет в браке с семьей, где его возможности ждут. Не очень понятный комментарий коллеги, если честно. Вы же откуда-то, наверное, знаете, что мужчина не живет с семьей, не живет в браке. То, что он женат, это плохо. И уходить к мужчине, пока он женат, это в любом случае не стоит. Вам стоит самой развестись с мужем. И не потому, что у вас другой мужчина появился, понимаете, в чем дело. А потому, что вам с мужем не по пути. Вы с мужем друг другу не подходите. У вас с мужем разные потребности. У вас с мужем разные темпераменты. Вот это важный момент, понимаете. А не то, что вы нашли себе другого мужчину. Понимаете? То есть, здесь у вас, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь у вас проблема именно с приоритетами. Как это видится мне? Конечно. Далее. Вы пишите о том, что делали досудебную экспертизу. Вот тут вообще тоже не очень понятно. То есть, как бы, досудебная экспертиза, она вообще совсем святая. То есть, что это такое? Почему она у вас была? Ну, вообще, ДНК теста. Ребенок ковался его. Вот. Почему-то судебную. Опять. У вас суд какой-то должен быть или что? А если вы имели интимные отношения с этим мужчиной, то есть, изменяли своему мужу, то о чем вы думали? Чего вы хотели? Чего вы ожидали? Ну, если вы начали изменять своему мужчину, сделайте выбор. Разведитесь с ним. Жен человека оскорблять. Жен человека не принижать. Вот он с вами живет, он думает, что все хорошо, ну, относительно. А вы ему изменяете. А почему не сделать, а, как бы, конкретное действие? Что он вас не устраивает, все, вы хотите развестись. Но это честно? Честно. Вот. Значит, любовник зовет к себе. А куда к себе, если он женат? Куда к себе, если он женат? И на каких правах вы будете у него? Вот. Непонятно. Какие будут у вас права? Конкретно. Ага. Значит. На что вы будете иметь право, если вы к нему уйдете? Он женат, он не развелся. У него, может быть, жена объявится. Ну, точно, как вот ваш муж будет обещать, что изменится, что все будет по-другому. Да? И так далее. И как, как вы будете в этой ситуации? Ну, если он зовет, если он зовет вас к себе, ну, хорошо, хорошо. Если зовет, как бы, никаких проблем с этим нет. Он зовет и ладно. Он же должен обеспечить вас, он должен обеспечить, чтобы вам было комфортно. Понимаете? А пока этого не происходит, не видно, чтобы он обеспечивал вас. Понимаете? И вот, получается, на что вы соглашаетесь? Чего хотите? Чего ждете? Чего ожидаете? Понимаете? Вот у вас с Мунем была такая ситуация, что вы от него чего-то ожидали, он вам этого не дал. А теперь с любовником то же самое, ну, та же самая ситуация происходит. Что вы от любовника тоже чего-то ждете, чего-то, а он вам этого, может быть, и не даст совсем. Понимаете? Новый год. И получается, получается, что вы, по большому счету, постоянно зависите от других людей. Сперва вы зависели от родителей, как я понимаю, потом теперь вы зависите от своего мужа. Теперь вы хотите уже зависеть от любовника. И все эти люди ответственны за то, чтобы вам было хорошо, чтобы вам было счастье. Но это же неправильно. Вы согласны, я надеюсь, с этим, что это неправильно. Вы сами, вам самой нужно отвечать за свое счастье. Самой. И потом уже, только потом, выстраивать какие-то отношения с мужчинами на равных. А у вас получается так, что вы постоянно в зависимости от, ну, от мужчин, от людей рядом с вами. Понимаете? Вот. Муж обещал измениться и растить как своего. Ну, ребенка. Вообще, кстати, нормально это. Ну, то есть, что муж будет растить ребенка как своего. Вы считаете, что это достойно вообще вашего мужчину? Почему вы считаете, что у него не должно быть своего ребенка? Вот. Понимаете ли, как вы его вот унизили тем, что, тем, что забеременели от другого? То есть, да, он может быть, он может быть, пока вас потерять не хочет, да, но это обидно для него. Это предательство того, что вы сделали. Даже если он понимает, что его ответственность в этом есть. И не факт, что он будет растить этого ребенка как своего. Понимаете? И, опять же, он обещает измениться до тех пор, пока вы только можете уйти, по его мнению, от него. Потому что нет обговаривания проблемы. По-прежнему непонятно, почему он ушел. Еще раз говорю, может быть, вы друг другу не подходите совсем. И в этом нет ничего аномального, в этом нет ничего ненормального. Но, как бы, нужно принять это. Нужно здраво смотреть на вещи, нужно адекватно воспринимать то, что вы можете, там, не знаю, друг другу не подходить. Понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому здесь, здесь тоже мужу верить нельзя. То есть, как бы, если вы любовника своего любите, если вам мужчина нравится, уходите от мужа и, соответственно, оставайтесь одна и анализируйте себя. Как так получилось, что у вас хуже вот такие отношения? Почему вы сами свою жизнь не строите, не выстраиваете ее? А если любите своего мужа, то, соответственно, да, можно оставить ребенка, но это невозможно без адекватной проработки ваших проблем между вами. Его и ваших. Стоит ли ему верить? Ну, а мы-то откуда можем знать? Мы вашего мужа не знаем. Мы не гадалки, чтобы сказать, стоит ли ему верить или нет. Если будущее у отношений с мужчиной 44 лет. Но, опять же, мы не знаем этого мужчину. Но пока, если он даже не разводится, если вы не разводитесь, если вы самостоятельное решение не принимаете, то я боюсь, что будущего нет у отношений. Значит, стоит ли ему уходить? Ну, опять же, Лиля, а вы в этой ситуации вообще где? Вот, как бы, вы-то сами чего хотите? Какие ваши желания? Какие у вас приоритеты? Какие у вас ценности? На что вы отряетесь при выборе мужчины? Вот вы с ним, с любовником. Вы в роман выступали, да? Спали с ним. Так, а... Чего хотите, брат? Что нужно-то вам? Понимаете? Непонятно. Вы нам даете вопрос? Вы у нас спрашиваете. А мы... Мы... Мы вам не родители. Понимаете? Мы не родители, чтобы за вас решать. Мы можем помочь увидеть вам это. Можем помочь увидеть вам ваши проблемы. Это да. Но не решить за вас. Поэтому вот, если хотите понять, что делать, нужно анализировать то, что я сказал. Работать с психологом. Вот. Прорабатывать ваши проблемы, которые имеют место быть. А... И, собственно говоря, уже исходя из этого, решать, что для вас, ну, наиболее актуально. Что для вас наиболее подходящее. И вот, исходя из этого, уже делать выводы. Исходя из этого, уже, значит, решать. А как иначе? К другому невозможно. Вот. Вы же к психологу обратились, а не к, не знаю, не к своим родителям. Правильно? Дальше. Хорошо. Дальше вы пишете, значит, теперь стоит вопрос. Как рассказать родителям? А правду скрывать нет смысла, они узнают тогда. Скажите, как есть? Боюсь, что не поймут и отвернутся от меня. Ну и что? Лилия, вам двадцать... Двадцать восемь лет. Ну или девять. Вы боитесь, что ваши родители от вас отвернутся? Почему? Ну правильно, им не понравится, может быть, что вы сделали? Им не понравится, может быть, как вы поступили? Вот так. Им и не должно нравиться, Лилия. Им и не должно нравиться то, что вы сделали. Это ваш выбор, это ваша жизнь. Вот. Почему вы так зависти от родителей? Какое место они занимают в вашей жизни? Насколько вы самостоятельны без них? А когда родителей не будет, что делать будете? В этой ситуации что делать будете, когда родители не будут вообще совсем поделиться не с кем? Извините за сумбур. А друзья, друзья ваши, социальная сфера, коммуникационная сфера у вас как развита. Понимаете? Чего вы боитесь? Мощество не поймут. Но не поймут, потому что они другого поколения люди. Не должны понимать. У них своя жизнь, у вас своя. Что мне делать? Вам? Записываться на личную консультацию к психологу и разбирать все, что вы написали. Детско-родительские отношения, свою личность и отношения с партнерами. А также ваши ценности, коммуникации, ваши смыслы. Вот. И то, какая вы женщина. То есть проработка женского поведения обязательно точно нужна. Вот. Плюс самооценка и личные границы. Потому что вот 4 года жить с человеком, который не обращает на вас внимания и полностью без инициативен. Ну, это либо от страха какого-то, либо от неуверенности в себе. Либо от потребностного поведения. То есть поведение, ориентированного на удовлетворение ваших потребностей. Что тоже является неправильным, потому что вы оставите себя в зависимости от людей. То есть не вы сами решения принимаете, а другие люди влияют на вас. Другие люди за вас принимают решения. Знаете, в чём дело. На этом всё. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. May IESMI Продолжение следует... Продолжение следует...